В Брянской кадетской школе-интернате полиции имени Героя России Валерия Шкурдова состоялся молебен на начало учебного года. Богослужение провели на территории часовни преподобного мученика Александра Пересвета. На молебне молились юные кадеты и их преподаватели. В настоящее время в школе-интернате обучаются 218 воспитанников. Новый набор этого года составил около 60 кадетов. Я очень хотела стать высшей учительной, ну высшей поступить, ну и хотела стать в полиции работать. Для меня главное, чтобы человек разбирался в своей профессии и был храбрым, то есть мог вступиться за того, кто нуждается в защите. По окончании молебны священнослужитель поздравил кадетов с началом нового учебного года, пожелав им с Божьей помощью быть терпеливыми, послушными и успешными. Человек состоит из тела, души и духа. Вот как тело мы тренируем, питаем его, насыщаем, делаем зарядку. Зарядка была сегодня у вас? Да. Вот, зарядка. На физкультуру ходим. Так мы должны тренировать, воспитывать свою душу и ее составляющие. Ум, волю, разум, чувства. И вот в этом нам помогает Господь Бог. Военно-патриотическое воспитание в кадетской школе занимает первое место, а взаимодействие на этой основе с Брянской епархией длится уже третий год. Проводятся уроки, дополнительные беседы практически. Мы стараемся не только обучать, воспитывать, но и развивать. Поэтому без церкви такое развитие тоже невозможно. И сегодня такой подарок мы получили замечательный от нашей Брянской епархии. Поэтому мы, конечно, благодарим. И очень нам приятно взаимодействовать, так как наши дети сегодня получили напутственные слова на начало учебного года. И действительно нам это очень приятно. По окончании школы-интерната воспитанники поступают в военные учебные заведения. Но большинство ребят, так как школа носит имя полицейского Валерия Ивановича Шкурного, погибшего при исполнении служебного долга в Чечне, идут структуры Министерства внутренних дел Российской Федерации. Помощь Божия, она важна по службе, в дальнейшем работе? Ну, я считаю, да, она нам поможет. Потому что в рассказе «Трас Бульба» казаки тоже молились, когда шли на Польшу. Без веры нет жизни.